Я с детства мечтал стать врачом. Моя семья жила при Арале. Вы знаете, как вы знаете, в этом регионе существуют серьезные экологические проблемы из-за высыхания Аральского моря, а также избыточного применения ядохимикатов в сельском хозяйстве. Что произошло с климатом? Постоянные пыльные бури разносили соль, пыль, ядохимикаты на большие расстояния по воздуху. По статистике, в 1979 году число умерших детей в возрасте до 1 года на 1 тысячу родившихся составило 44. Это был самым высоким показателем в Советском Союзе. А в соседней Российской Федерации данная цифра была в два раза меньше. Слово «экологические бедствия» для меня это личное, потому что я знал тех людей, которые потеряли детей, близких, родных, которые умирали от инфекционных и онкологических заболеваний. Когда мне было 8 лет, я твердо решил стать врачом. В 1989 году я сдал вступительные экзамены в Ташкентский медицинский институт. В этот момент в наш регион приехал министр заборохаения СССР Евгений Иванович Чазов. Учитывая нехватка врачей в регионе, издал приказ зачислить всех абитурентов, имевших положительные оценки в вступительных экзаменах. Таким образом, благодаря Евгению Ивановичу Чазову я поступил в медицинский институт. А после развала Союза я, этнический казах, оказался за границей в Узбекистане. Помните, в 1992 году президент Нурсултан Айвишев Назарбаев призвал всех казахов возвращаться на историческую родину. Я приехал одним из первых. Моя мечта стать врачом не пропала. Я закончил Алматинский медицинский институт и стал врачом-урологом. Однажды к нам в клинику поступил пациент с жалобом на острые боли в животе, а также невозможность оборожнений наполненного мочевого пузыря. У пациента была проведена экстренная операция. Операция называется трокарная эпицистостомия. Эта операция выполняется с помощью инструмента трокара, который прокалывает через переднюю стенку живота наполненный мочевой пузырь и устанавливает трубку для отведения жидкости из мочевого пузыря. Вот здесь нарисован трокар. Операция является малотравматичной, но довольно часто вызывает осложнения, такие как кровотечение, затека жидкости около мочевого пузыря, а также закручивание трубки в узел. К сожалению, у данного пациента развилось осложнение. Вместо того, чтобы пациент провести обычную операцию 3 дня, он пролежал у нас месяц, мало того, что он после чего поехал лечиться за границу. Именно этот случай с пациентом привело мне идею изобрести инструмент трокар. Вот трокар в хирургии имеет свою тысячелетнюю историю, но с 18 века начали его активно использовать для прокалывания полостных систем организма. Это брюшная полость, плевралная полость и другие полые органы. Даже на данный момент самые суперсовременные операции, которые выполняются высокотехнологичным инструментом, вот этот инструмент робота DaVinci, они тоже оперируют с помощью этих трокаров. Я хотел изобрести трокар, который позволяет установить мочевый пузырь, катетер фолея, прокалывая через переднюю стенку живота. Но обычным трокаром такого катетера невозможно было установить. У нас такого трокара не было. Для достижения цели и задачи я нарисовал схему трокара, и мне нужны были материалы, то есть тонкостенная, бесшовная трубка из нержавеющей стали. Я поехал в первую очередь в завод Кирова в Алмате. Я когда-то слышал, что там делали медицинские инструменты, и меня там встретил ветеран Великой Отечественной войны, инженер-конструктор, и посмотрел на мои чертежи, и смотрел, кто их нарисовал. Здесь вообще непонятно, что за инструмент. Он говорил мне, в первую очередь, что нормальный инструмент сделать, его надо начертеть грамотно, чтобы расчеты были точными. И он мне начертил настоящий чертеж трокара, и сказал, что мы такого инструмента не сможем сделать здесь, у нас нет материалов. Ты, говорит, опоздал на 20 лет. 20 лет назад, говорит, такого добра, таких трубок у нас очень много было. Потому что, говорит, из этих трубок мы когда-то делали, то есть запчасти для военных кораблей. И мне сказал, лучше иди, говорит, рынок ТАСТАК, там, говорит, найдешь. Я собрался и пошел в ТАСТАК, и нашел там очень много токарей, токарей продают различные металлопрокаты и инструменты. Я с ними обсуждал, и один токарей мне помог сделать этот инструмент. Но, опять же, мы не нашли стальные трубки, и нашли трубки из латуни. Мне хотелось быстрее посмотреть, как этот механизм работает. Нашли подобную трубку, и из латуни мы сделали этот трокар. Я хочу вам сейчас продемонстрировать, как она работает. Допустим, этот мочевой пузырь, мяч, это был моим первым пациентом. И раньше, когда обычным трокаром, мы устанавливали подобную такую трубку, я называю ее гладкая трубка, ну, гладкая же вот так. И вводится мочевой пузырь обычным трокаром, который у нас во всех больницах есть. Когда устанавливается, вот где трубка проникает в мочевой пузырь, она не герметична. Здесь выпускает жидкость за пределами. И не останавливает, нет свойства, которые останавливают кровотечение. А также вот внутрепузырная часть трубки иногда вот так закручивалась в узел и постоянно вызывала боль и раздражение пациента. Что делает наш новый трокар? Наш трокар удобно, очень легко предоставляет катетер фолеи мочевой пузырь. И катетер фолеи фиксируется собственным баллоном. Вот у него такое устройство. Наполняется баллон до 10-15 мл. Затем она натягивается, и вот этот баллон закрывает герметично рану на мочевом пузыре. И вот этот баллон еще давит эта компрессия в самый лучший способ остановка кровотечения. А пузырная часть трубки очень короткая, она не закручивается в никаком случае и не раздражает, не вызывает боль и раздражение пациента. Настоящие медицинские инструменты должны быть сделаны из настоящей медицинской стали. Я даже начал искать стальные трубки по СНГ и нашел. Я нашел его в Китае. Я достал его. И когда я его достал, мне опять было тяжело найти специалистов, которые могут мне сделать из тонкостенных трубок. Но это мне удалось, я это сделал. У нас получился тракар. И я и мои коллеги начали оперировать нашим тракаром, устанавливали мочевые пузыры в такие трубки, легко и удобно. И самое главное, что за два года мы прооперировали 128 пациентов и ни в одном случае не встречали осложнения. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. На данном месте я имею патентное изобретение от тракар, а также имею положительную рецензию в научном центре урологии. Инструмент был впервые внедрен в Алматинский областной клинической больнице. Инструмент получился очень удобным, эргономичным, хорошо оперируется в нем. и расходные материалы всего составляет один катетер, его сегодняшняя стоимость в рынке 340 тенге. Спасибо. Мой катетер еще не внедринен к клинической практике в Казахстане. Я хочу, что наши врачи все использовали данный тракар. Это нам позволит собирать клинический материал и сделать объективную научную работу. Действительно, тракар облегчает боли и страдания пациентов и улучшает качество оказания медицинской помощи. Я думаю, когда ты увлечен большой идеей, такой, как облегчит боли и страдания пациентов, не существует мелочи. Мой тракар и наша работа этому доказательству. АПЛОДИСМЕНТЫ